Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. Что весна творит, то в жар, то в холод. Но все равно сегодня как-то не хочется говорить об обычном, все поет в душе и требует возвышенной темы для разговора. Давайте сегодня поговорим о кумирах, о наших кумирах. Ну, кумир, идол, это же все равно. Это люди, которыми не только восхищаешься, но которым невольно как-то стараешься подражать. Вожди всегда были на одном из первых мест среди кумиров. К слову сказать, положение с вождями сейчас резко изменилось в лучшую сторону. Раньше только после их смерти мы узнавали, что они враги народа. А сейчас сразу видно, кто из них, как говорится, ху. Но все-таки вожди – это случай редкий, исключительный. А вообще вот так, все взрослые, скажем, для своих детей – это кумиры. Это кумиры. Дети и речь, и походку, и манеры – все перенимают от отцов и матерей. Ну, так правильно же говорят в Академии педагогических наук, с кем поведешься от того и наберешься. Поведешься с Бен Ладеном, да, и будешь сам потом всю жизнь от людей прятаться. А если, скажем, твой любимый писатель, твой кумир, Антон Павлович Чехов, то даже если ты за всю жизнь ничего не напишешь про дядю Ваню или дядю Петю, и даже про каштанку не сможешь ничего написать, и даже за всю свою долгую жизнь ты никогда не будешь носить пицне, все равно с гарантией можно сказать, что люди будут тебя любить и уважать за доброту, за внимание, за чуткость. О кумирах стоит поговорить. Древних времен в большом почете были герои. Гераклы, Прометее, Ахиллы, полководцы тоже всегда были на хорошем счету. Македонский, Цезарь наш, Александр Васильевич Суворов, их очень уважали всех, ставили им памятники и верхом на лошадях, и пешим. В честь героев называли пароходы, улицы, города. Ну, а что заслужил, получи. Все герои были, конечно, кумиры, да, им подражали, старались повторить их подвиги, и общество поддерживало это подражание. Даже про самых маленьких, ну, которые вели себя хорошо, говорили, герой здоровья. Чтобы стать героем, мне обязательно надо было покалечить много врагов, так, чтобы они ослепли, оглохли или начали хромать. Можно было просто замечательно трудиться, построить дом, в котором бы не дуло во все щели, или шить костюм, в котором тебя никто никогда не узнает, молока надоить больше, чем корову может дать, или собрать урожай, который потом хранить негде просто, или сэкономить что-нибудь больше, чем другие успевали разворовать. Героев всегда уважали. Вот до последнего времени им в городском транспорте место уступали, в парикмахерские пропускали без очереди, и другие льготы у них всякие были, а самое главное, ими гордились не только родственники, соседи и знакомые, а вся страна. А родители взрослых детей тоже тихо радовались, что их дети не хулиганят, не пьют водку в подворотнях, а активно подражают героям. Чуть позже героев и полководцев в кумиры пробились поэты, поэты, артисты, ученые, философы. И молодежь тоже начала им активно подражать, и родители тоже смотрели на это сквозь пальцы. Лучше сын пусть растет философом, чем шпаной. Детям стали давать имена любимых литературных персонажей. Вот говорят, после выхода «Войны и мир» появилась просто тьма Андреев и Наташ. Это очень важно, кому молодежь начинает подражать. Тогда ясно становится, куда мы идем, что нас ждет впереди. Вот сейчас практически никто ничего не читает из молодежи. Ну, в основном смотрят фильмы. Не все, конечно, подряд. Нет, только те, которые с мордобоем. А если попадется экранизация Тургенева или Лермонтова, то, конечно, выключается. А что там смотреть-то? Если уж экранизировать, то надо так, чтобы вот среди тургеневских девушек вдруг раз и откуда-нибудь появился Ван Дамм. Но и ему с ними делать нечего, и им с ним поговорить не о чем. Беда. Мульчфильмы молодежь обожает. «Войну и мир» сколько надо читать? А тут и коротко, и смешно. Особенно вот про эту мышь, как она кота уродует. Ну, мы же, конечно, не кумир для большинства, но из-за нее совсем нет времени подумать об Андрее Балконском и Наташе Ростовой. Беда прямо. А сейчас вот еще появились, раньше их никогда не было, олигархи и проститутки. С одной стороны, родители не против такой участи для своих чад, но с другой могут убить и молва нехорошая. И кому нынче подражать, большой вопрос. Беда. Беда, беда. И еще раз беда. Кумиры сейчас есть. Большинство их сейчас много. Раньше один, два, ну, десять, двадцать и все. А сейчас, как в старину говорили, тьма тьмой. И никто где. А все в одном месте собрались. Ну, в шоу-бизнесе. И в шоу-бизнесе тоже никто где, а все поют. Ну, если точно говорить, делают вид, что поют. То есть им-то кажется, что они поют, а если со стороны посмотреть, то и не всякий догадается, что они поют. Ну, во-первых, если слуха нет, то какое это пение? Слух, он ведь не у всех. У соловья есть слух, а у совы нету слуха. Филин, он ух да ух, ух да ух. И все, больше ничего не может. Ну, и то хоть это, что называется, ухает вживую. Без фонограммы, без обмана. Понимаете? Ну, тоже кому от этого радости? Волк. Волк, он тоже вживую. Так затянет, что всех столбняк хватает. А бывает, слух есть. Но гласишь к слабенький, и не поймешь ни слова, прошу песню. Но танцуют здорово. Нет, конечно, тоже, если со стороны-то посмотреть, то не сразу поймешь, что это танец. Но бывает очень похожим. А бывает ни слуха, ни голоса, ни на что не похоже, и ни слова не поймешь. Вот это больше всего нравится. Это вот и есть кумиры. Такое вытворяют. Ну, ни словом сказать, ни пером описать. Нет, никогда не смогут так. Ни герои, ни поэты, ни философы. Полководцы тоже никогда не смогут. Ну, новые времена, новые кумиры. Честно сказать, сейчас о кумирах вообще мало речи. Сейчас в основном говорят о секс-символах. Секс-символы – это не то же самое, что кумир. Ну, никак нельзя сказать, что Прометей или Гагарин – это секс-символы. А секс-символы – они даже не застрельщики, не профланговые в сексе. Непонятно, почему им такое внимание. Раньше в семьях по пять, по шесть, по семеро детей – обычное дело. И никто родителей не называл ударниками секса. Ну, во-первых, все так-то. Никто ни от кого не отставал, никого не надо было особенно торопить там. Во-вторых, ну, что называется, дурацкое дело нехитрое. Поэтому нигде, никогда никому за это памятники не ставили. Ни пеших, ни конных, никаких. Другое дело, когда 12-13 ребятишек, ну, тут, конечно, уже завидовали, удивлялись. Ну, тоже на родителей не молились. А сегодня секс-символы – это же идолы. И что интересно, секс-символы, они ведь и в сексе совсем не стахановцы. Так, один символ. Говорят, что многие даже обращались ко врачам, ну, чтобы хоть как-то оправдать название секс-символов. Ну, и обидно становится и за них, и за молодежь. Ну, и не хочешь ты подражать героям и писателям. Трудно это. Не тушься, выбери чего попроще. Но если в голове одни только секс-символы, на кого ты похож-то становишься. Примеры для подражания нужны. Первое дело – это, чтобы родители вели себя геройски и на улице, и дома. Трудились, не жалея сил. Книг больше читали вместе с детьми. И вообще, чтобы атмосфера любви ни на секунду не исчезала из семьи. Второе дело – надо по телевидению чаще показывать порядочных людей. Пусть они каждую секунду подвиги не совершают. Главное, чтобы, знаете, никого не убивали, не насиловали. Вообще пусть подвиги не совершают, пусть своим делом занимаются. Все равно порядочность чувствуется и будет передаваться зрителям. Третье дело – ну, неловко об этом говорить, но нужно. Раз уж пошла такая мода, да, исключительно только для того, чтобы привлечь на свою сторону молодежь. Нужно попросить всех уважаемых людей, героев, писателей, телеведущих, министров, губернаторов и президента Российской Федерации, чтобы они, ну, не то чтобы стали секс-символами, да, но все-таки чтобы следили за собой, за санкой, за походкой, за взглядом, за речью. Вот. Тоже примеры для подражания нужны. До свидания.